Всем привет, дорогие друзья, с вами Бервария, и что-то, мне кажется, в этом видео будет запор в звук. Причина в том, что я сижу в абсолютно пустой комнате, и пока здесь есть некая акустика, но я думаю, что вы с пониманием, как мы отнесетесь, как относитесь к плохому звуку на моем канале с 2013 года с пониманием. Будем называть это место новой студией, на самом деле это просто комната. В моем новом доме, где, собственно, будут сниматься большая часть видосов для канала. Каналу, к слову, недавно исполнилось 5 лет, принимаю поздравления, подарки. Но самым лучшим, на самом деле, подарком будут лайки и репосты к этому видео, и еще лучше будет, если вы расскажете об этом видео своим друзьям, и канал все-таки наберет еще немножко подписчиков. На сегодня ролик из рубрики, которая вам полюбилась. Ролик сравнения оригинального пива с лицензионом. Далось мне недавно в Гонконге, ролик из Гонконга, кстати, есть уже на канале, приобрести оригинальный пи-бад. В Америке называется Будвайзер. Собственно, я думаю, что многие из вас в курсе относительно срача между Буддбадом и Будвайзером, между Будвайзером и Будвайзером, собственно, настоящим чешским Будвайзером. Ну, я считаю, что настоящий чешский Будвайзер – это Будвайзер. Причина, на самом деле, в названии, то есть, настоящий Будвайзер, то есть, Будвайзер переводится как Будвайзер. То есть, например, как если в Воронеже варят пиво, но в Воронежской, то, соответственно, Будвайзер – это пиво из Буддиевицы, то есть, Будвайзер. Пиво, и именно Будьевским пивом решил назвать свое пиво «Пивовар», который, почему я хотел сказать, «Пивовар Ван Таранов», не знаю. «Пивовар», который приехал, вдохновившись чешским пивасом, приехал в Америку и решил смотреть что-то похожее и назвать это Будвайзер. Но, собственно, спор остается спором. У нас пиво БАД, у нас пиво Будвайзер американское продается под брендом БАД, и именно как БАД мы, собственно, все его знаем, но давайте сравнивать. Я, на самом деле, думал, что вот это пиво, которое у меня сейчас в руках, оно сварено в Китае по лицензии, но поизучав немножко информацию на этой этикетке, которая, собственно, здесь совсем крайне мало, то есть я обнаружил штрих-код, а штрих-код начинался с нуля, и здесь написано, что «Imported in Hong Kong by Budweiser Hong Kong Holding Company Limited». То есть, собственно, я сделал вывод, что пиво, собственно, оригинальное, американское. Если я вдруг не прав, поправьте меня. Обязательно на этикетке написано, что это официальное пиво Чемпионата мира по футболу. Я не знаю, какие сумасшедшие бабки были заплачены концерном Анхаузер, Анхаузер Буш Инкорпорейтед, она же пивоваренный гигант Энбеф, чтобы стать официальным пьем Чемпионата мира. Об этом они с удовольствием сообщают нам на этикетке. Причем, как, собственно, на оригинальном, так, собственно, и на лицензионном. Есть футбольная символика, есть значок Чемпионата мира по футболу. В общем-то, та же самая информация о том, что пиво официальное. Но давайте уже пробовать. Думаю, с какого пива начать. Но решил взять два вот таких вот маленьких стаканчика и попробовать и то, и другое пиво, чтобы, в общем-то, максимально сравнить. Итак, собственно, пивасы в бокалах. И сразу, что я обнаружил, вот если вот так вот сделать вот так вот нашим, и вот так вот сделать вот так вот импортным, то здесь будет пена, а здесь нет. То есть здесь просто пиво выглядит как лимонад, здесь немножко пенки есть. И да, самое главное различие, которое я увидел, это пиво 4,5 градуса, это пиво 5 градусов. И это тоже странно, потому что я читал, что пиво БАТО, оно все 5-градусное. Но давайте сравнивать. Так, вот здесь у меня оригинальный, здесь у меня лицензионный. В оригинальном большие пузыри, в лицензионном маленький. Так вот сейчас попробую показать. Собственно, видно разницу. То есть здесь прямо много-много мелких, собственно, поэтому образовывается пена. Здесь из-за того, что пузыри более крупные, но на самом деле, мне кажется, тоже разницы нет. По запаху, мне кажется, что вот это пиво чуть более конкретное, но... То есть вот этого почти вообще совсем нет запаху. У этого пива, у этого пива все-таки есть вот немножко вот такого вот нашего традиционного духа дерьмового пиваса. То есть здесь вот... Ну, он есть, но он такой немножко как бы вдалеке. То есть здесь... Здесь конкретно. То есть здесь вот вы... Здесь вот вы гопника только увидели, да, за поворотом. А здесь... А здесь он уже к вам подошел, и вот прямо вот вам в лицо дышит. Но... Все-таки, не знаю, не знаю. То есть, зря на то, что здесь запах намного сильнее, запах мне тут не нравится. То есть нюхать я не хотел. То есть здесь он такой же, в принципе, такой же, но из-за того, что он слабее, он менее раздражающий. Ну, давайте пробуем. Очень легкое, очень водянистое пиво. Абсолютно вообще без какой-то гадости. То есть... Но при этом оно... Оно очень водянистое. А, вот. Пришло хлебное послевкусие. Пришло хлебное послевкусие. Прям такой конкретный, прям такой хлебушек. Но при этом здесь почти нет горечи. То есть сначала вода, а вода потом сменяется на хлеб. То есть такое пиво строгого режима вы получаете. И вот эти вот крупные пузырьки, они очень конкретно крупные. И они прям, ну, это вообще прям как даже не как в лимонаде, а как в минералке в какой-то недорогой, знаете, который тип минералка, а на самом деле просто вода обычно из-под крана загазированная. Ну, давайте наш попробуем. Здесь наоборот. То есть здесь сначала идет вкус. Сначала идет вкус. Вкус чуть более в кислинку. И вкус больше в спирт и больше в дерьмовую водопроводную воду. Вот этот вот мерзкий. Мерзкий вкус, который при этом очень быстро смывается, ничего от него не остается. То есть здесь немножко как-то наоборот. И самое забавное, что эти пивасы почти не... Эти пивасы мало чем похожи. То есть от этого пива остается неприятный осадок на языке, который многие из вас писали, что это из-за какого-то хмеля. Многие из вас писали, что это признак порошкового пива. Многие из вас писали, что это какая-то добавка для быстрой ферментации. Но мне это пиво не то, что не нравится, но это пиво мне никак. Это пиво хоть и вызывает у меня какие-то эмоции, но мне тоже от него никак. Этим пивом, на самом деле, оригинальным пивом очень классно запивать лицензионное пиво. То есть сначала вы делаете глоток лицензионного, появляется кислинка, появляется вот этот вот привкус, вот этого пива бат, который, собственно, ни с чем нельзя перепутать. И потом, когда оно смывается, то есть уже когда он начинает смываться, вы вдогоночку прихлебываете вот это вот оригинальное, и для того, чтобы у вас приятное послевкусие осталось на языке. Но, в принципе, давайте по критериям. То есть по запаху мне больше понравилось оригинальное пиво. По упаковке здесь 0,5, здесь банка 0,5, здесь банка 0,3, не знаю, есть ли банка 0,5 оригинальная, наверняка. Просто мне она не встретилась. 0,5, конечно, это формат, это более наш формат. По внешнему виду и по пению здесь 1,1 будем считать, что по внешнему виду пива вот это намного приятнее, чем вот это, как по мне. По вкусу все-таки здесь даже разница не в том, какое пиво интереснее или неинтереснее, вкуснее или невкуснее. Здесь вопрос, наверное, какое пиво чище. То есть чище вот это пиво. То есть оригинальное пиво, у него вкус более какой-то благородный, и в нем нет гадости. То есть нет ничего, из-за чего, например, хочется так немножко сморщиться от его употребления. То есть это пиво мне нравится намного больше все-таки вот именно в плане чистоты. На самом деле пиво абсолютно невзрачное. Пиво настолько невзрачное и водянистое, что я волей-неволей начинаю верить в теорию о порошке. Не буду сейчас врать, если вспомню, вставлю в видео цифру. Если нет, предложу вам поискать эту инфорейту статью самостоятельно. То есть статья была о том, сколько пива было выпито на чемпионате мира. То есть пили исключительно бат. Вспоминаю порошковые теории, точнее самую главную вещь, которую адепты порошкового пива пишут в комментариях, что пиво варится из ячменя. И где ты видел столько ячменя? Где ты видел столько полей ячменя? А в нашей стране или в каких-то других странах? Нет, на самом деле я все-таки думаю, что ячменям достаточно много. Но глядя на это пиво, глядя на то, какое оно блеклое, какое оно безвкусное, какое оно скучное и ничего не выражающее, не представляющее из себя, при этом дающее чувство алкогольного опьянения, я начинаю тоже в какой-то степени проникаться в теории заговора. Ну, не потому, что это пиво сварили американцы, а потому что, ну, просто как бы, реально, какие должны быть мощности, и с какой скоростью нужно варить это пиво, чтобы сварить вот ту хотя бы цифру, которая была выпита вот за этот вот короткий промежуток, пока шел чемпионат мира. Более того, пиво же не только на стадионах пили, пиво пили еще в барах, а продавалось в огромном количестве пива в супермаркетах, и по всему миру, по всему миру продавалось это пиво. Какие же должны быть объемы, какое же количество реально, какое же количество реально ячменя нужно было для того, чтобы, ну, хотя бы, хотя бы вот такое вот жиденькое пивко сварить. Не знаю, остается, пусть это остается, пусть это остается на уровне теории заговора, я до сих пор не верю ни в какие химикаты, из которых, в общем-то, получается пиво, но все же, все же, все же это пиво скучное, и это пиво я оставлю тем, для кого пиво – это все-таки не пиво, а слабоалкогольный напиток. Мы-то с вами, надеюсь, пьем пиво, потому что нам нравится вкус. Да, ладно, я продолжаю утешать себя и оправдывать свой алкоголизм. Нет, на самом деле, при всем многообразии пива, который стоит на полках наших магазинах, даже если вы в Диксон или в Магнит или в Пятерочку зайдете, вы получите огромное количество пиваса, и насколько же нужно не любить пиво, чтобы пить вот такую штуку, как БАД. Вот такой с ним получился видос, ставьте лайк, если он вам понравился. Сегодня, конечно же, победило оригинальное пиво. Мне больше понравилось послевкусие, больше понравилась чистота. Ну, а с вами был видеоблог Берваря. Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали, и порекомендуйте это видео своим друзьям. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok